В одном из своих предыдущих роликов я вскользь упомянул, что я почти не покупаю новые одежды, сказал там пару слов про культуру потребления и решил не соострять на этом внимания тогда, потому что подумал, из каждого утюга уже сказали, это всем очевидно. Но в итоге прочитал комменты и понял, что далеко не всем. В общем, здрасте, вы на канале Сейна, сейчас мы поговорим про то, как сопротивляться потреблятству и при этом не выглядеть как чёрт. Главным, в чём меня упрекали, вот нашли неувязочку в моих словах, это то, что я сначала говорю, что носить там одежду с огромными брендами вот на всю грудь, это убого, а после этого говорю, что хорошо носить винтажную одежду, и, например, в пример привожу вот эту вот кофту Adidas, у которой тоже бренд прямо на груди. И это не несостыковка, в этом кроется основная разница. Когда вы покупаете новую футболку от вот очередного известного бренда или масс-маркетового бренда, что ещё хуже, и начинаете в ней шляться по улицам, вы создаёте ей рекламу, потому что такими же заполнены магазины люди могут увидеть вас на улице и пойти купить вот такую же безвкусную шмотку. В случае, когда вы покупаете винтажную вещь, такого сделать нельзя, эти вещи давно уже не производятся, и их остатки хаотично разбросаны по миру, поэтому найти вторую такую же очень сложно. То есть Adidas, который вы рекламируете этой шмоткой, его уже не существует. Это то же самое, что заказать на Алиэкспрессе просто себе вот эти небольшие нашивочки крокодильчиков, лакоста, и нашивать их на абсолютно хаотичные вещи. То есть вы начинаете рекламировать штуки, которых на самом деле не существует, и таким образом наёбываете всю систему. Ровно поэтому же я всё ещё не отхожу от своего тезиса, что покупать одежду с огромными логотипами это отстойно, но при этом, если вы купили в секунде какую-то шмотку, на которой логотип хер пойми чего, какой-нибудь там научной выставки 89-го года в Германии, это, по-моему, наоборот круто. Если эта шмотка является слепком времени, или остатком чего-то, вот такой памятной истории, к тому же, к которой вы сами не были причастны, это только интереснее, это придаёт уникальности вещи, и таким образом ты носишь на себе какую-то уже историю, какой-то культурный срез. И тем самым я ведь исхожу, вот эти вот мысли и идеи у меня, да, они исходят не из ненависти к людям, которые любят там цветные надписи на футболках, да любят и любят, а из желания самому не становиться частью вот этого, просто выделиться. При этом выделиться не как-то супер экстравагантно одевшись, а просто сделав по-другому. Это ж круто. Круче этого только то, что ты в тот же момент ещё и наёбываешь вот эту вот маркетинговую систему. Да, ты там не свергаешь никого, вот миры не рушатся из-за тебя, но конкретно на тебе вот эта вот цепочка маркетинга, что один купил, другой подумал, что ему нужно купить то же самое, чтобы не казаться беднее, чем вот этот, и поэтому всё покупают и перепокупают, это на тебе оборвалось. Ты нарушил всю логику вот этой вот системы. Это ж клёво. Вот у вас не вызывает отторжение слова «мода», само понятие, когда вот кто-то говорит «модный» или «модная». Знаете, вот из-за того, что я занимаюсь вот этой вот деятельностью, я очень часто получаю огромное количество очень дебильных реакций на свои самые разные действия, и в том числе вот такие. Ууу, скейт был в моде году в 2005-м или мне кажется? Лол, слушать слепнот в 2К20-м. Потому что они долбоёбы. Искренне надеюсь, что таких людей меньшинство, но всё-таки считаю нужным это проговорить. Мода — это абстрактное понятие, и ей не обязательно следовать. Быть в теме круто и правильно, но если твои интересы и вкусы напрямую зависят от интересов и вкусов массы, вот того, что сейчас актуально и в тренде, значит, у тебя нет ни интересов, ни вкусов. Ведь тонны годнейшего, крутейшего, интереснейшего материала скрываются от вот этого вот мейнстрима из-за того, что что-то слишком сложное, что-то имеет слишком большой порог входа, что-то не особенно красивое, что-то слишком далеко спрятано, а что-то просто вот автор этого чего-то ему похуй. Ему просто не нужно продвижения. Вот его слушают, смотрят или там покупают его вещи. 26 человек всего, да, по всей стране. Они все с ним лично знакомы. И он такой, маркетинг? Куда? Пиар? Чего? Продвижение? Самое главное дубы. Но их продукт заслуживает внимания. Отчасти ради этого я и создавал вот этот вот канал. Не скажу, что копаюсь прямо в эндеграунде, но очень часто, когда я на этапе написания сценария гуглю тему своего будущего ролика, чтобы проверить, высказывался ли кто-то еще, чтобы не повторяться, я либо нахожу какие-то супер древние видосы, которые сняли непонятно как в 2008 году, там, на микрофон палочку, либо вообще не нахожу ничего. Но кайф как раз в том, и это и в одежде, и в музыке, и в кино, и в чем хотите, что когда вы что-то самостоятельно, запарившись, находите, тогда вы это цените гораздо больше. Вот по этому поводу решил с вами поделиться своей карантиновой находкой. Вообще, обычно я делюсь своими находками в своем закрытом паблике, куда расход 5 баксов на патреоне, но вот это вот отдаю вам просто так, от щедрой души. Короче, это интервью со священником. И нормальная реакция на интервью со священником, это чего мы там не видели и не слышали. Но вот вам просто начальная нарезка. Кто такой отец Сергия Рыбкова? Монах в прошлой жизни, анархист, основатель анархотерридистической группировки. Это был протест против того бездушного, безбожного совка. Те сторонники, где взять от жизни все. Я в озеро сбрасывал, что мы никогда не облицем. Это если мы за это платим? Если между Богом и свободой надо было бы убирать, я выбрал бы свободу. Мы другие. Они другие, они распущенные люди. А за добро надо бороться. Клюпиками далеко не уедешь. Ну, вы понимаете? Ну, вот такой вот уникалочки в трендах не найдешь. Это канал Лентервью. Я его уже рекомендовал. И рекомендую в этот раз. Оставляю ссылку в описании. Посмотрите это и другие интервью. Вот на карантине просвещайтесь настоящим рарным контентом, который вот не каждый там у себя смотрит, а только узкая группа шаристых. Зато мы крутые. Здесь еще важно упомянуть о таком понятии, как фаст фэшн. Дело в том, что масс-маркеты выпускают новые коллекции раз в две недели. Зачастую они копируют нечто, что было показано там на каком-нибудь модном показе и привлекло просто больше внимания. Они делают эту копию, понятно, менее качественной, менее долговечной, менее гармоничной. Главное быстро, главное срочно. И эти вещи, малокачественные, их вываливают в масс-маркеты. Люди их скупают. Носят они их недолго, потому что после пары стирок оно становится совершенно нелепым, потому что материал это не те, что в оригинальной шмотке. Забавно, что при этом человек может и не знать о существовании оригинальной шмотки, потому что очень часто вот в этом процессе масс-маркет умудряется обогнать оригинального автора вещи. И проносив ее минимальный промежуток времени, они ее выбрасывают. И знаете что? Индустрия шматья вторая по уровню загрязнения планеты. Вторая! Хуже только нефть! Я совсем не эксперт в экологии, поэтому в описании оставляю вам ссылки на две недлинные лекции стеда. Очень интересно. Если вам хочется побольше прошариться в теме, то настоятельно рекомендую по этим ссылочкам пройти, посмотреть и вообще перестаньте забивать на экологию. Дело не в том, я сейчас не буду читать морали, и дело даже не в том, насколько это важно для планеты, а в том, что эта штука скоро будет повсюду. Скоро все вокруг вас будут говорить про экологию, и чем дольше вы будете жить, тем больше будут говорить, пока у нас из каждого просто вот, из каждой дырки не будет по дереву вырастать. Поэтому настоятельно вам советую в этом прошариться, потому что чем больше у нас в обществе действительно прошаренных в этом людей, тем меньше вес имеют всякие орущие популисты и популистки. How dare you! И я, по сути, уже ответил на другой повторяющийся периодический тип вопросов, это зачем ты вместо масс-маркетов и больших магазинов предлагаешь людям закупаться маленькими локальными брендами, ведь если они станут успешны, они станут такими же масс-маркетами. Ну, для начала я советую вам прочитать какую-нибудь книжку, кроме капитала, это правда полезно. В действительности же бренд и масс-маркет — это два разных понятия, и задавать подобные вопросы — это то же самое, что говорить, что успешная аптека обязательно станет супермаркетом. В пример можно также привести западные бренды, которые сейчас находятся на вершине, и вместо того, чтобы становиться массовыми, они, наоборот, стремятся стать более эксклюзивными, тем самым привлекая только больше внимания масс, но это уже другое дело. Да и на самом деле далеко ходить не надо, даже у нас есть огромное количество брендов, которые вот на наших глазах и на ваших глазах, вы, может, просто об этом не знали, они развились от группы ВК до полноценного магазина, который вот обслуживает многие страны, по крайней мере СНГ, и яркий пример тому, например, Code Red. Вы все его знаете, они брали рекламу на версии, хотя начинали они как просто граффити-журнал, потом они по приколу начали выпускать кофты и маски, и это, считай, было для своих, но в итоге это начало пользоваться такой популярностью, что, опять же, они больше года рекламировались на версии. Представьте, какие это деньги. И что, эти деньги сделали из них H&M? Нет, теперь Code Red имеют только больше возможностей продвигать те же идеи, которые они закладывали в бренд с самого начала. У них просто теперь есть больший размах, творческая свобода и возможность реализовывать идеи, которые они не смогли бы реализовать, будь они брендом поменьше. Так что, тезис сохраняется, поддерживайте маленькие локальные бренды. Ведь история Code Red совершенно не эксклюзивна. End Eater, Sputnik, Якорь, Волчок, все эти и еще огромное количество брендов, они делали и делают интересную одежду, долговечную одежду, которая стоит вполне сопоставимо с масс-маркетами, но при этом гораздо более самобытная. Если все, что вы слышали в этом ролике, было для вас в новинку, и вы вообще не понимаете, что, где бренды, какие уличные, то попробуйте загуглить следующее. Бренд уличной одежды и название вашего города. Если вы... или магазин уличной одежды и название вашего города. Если вы живете где-то в глубине нашей прекрасной, необъятный, то бренд или магазин уличной одежды и доставка по РФ. Вас ждет удивительный мир. Но у большинства людей, в том числе и у меня, нет денег для того, чтобы регулярно обновлять свой гардероб, даже вот в таких магазинах. И наш с вами выход это секонды и барахолки. Если вам нравится какой-то бренд, ну попробуйте поискать его на всяких интернет-барахолках, там всякие Юла Авито или барахолках ВКонтакте. Там куча всего есть и, опять же, сам процесс поиска доставит вам удовольствие. И в итоге вы найдете гораздо более эксклюзивную шмотку по гораздо лучшей цене. Но, если не хотите париться с этим, и особенно если у вас малый денег, просто идите в секонд и открывайтесь экспериментом. Я только когда писал про этот ролик, задумался, как часто меня спрашивают всякую штуку про то, где я беру одежду. Я обычно просто отвечаю в секонде, и дальше люди ничего не спрашивают, потому что больше ничего узнать-то и нельзя. Но вообще, если вам интересна эта тема, и вы хотите, чтобы я как-то еще на это порассуждал, то, в общем, пишите об этом в комментах. Было бы интересно все это дело почитать. А еще заходите в мой шикарный закрытый паблик с уникальным музеном, кинищем, книжками, сериалами и всем остальным. Еще на камерный канал, где выходят очень крутые интервью с молодыми актерами. Мой инстаграм, который опиздохуительный без лишних слов. И в остальном, спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, что это кнопка подписки. ПАХ!